здравствуйте товарищи вот наконец-то я дома приехал я в воскресенье утром в общем в этом видосе хочу поделиться своими впечатлениями от от швеции к сожалению мне не удалось сохранить видосы именно с гоу прохи я особо сильно не снимал с гоу прохи в основном делал что ты такие маленькие видосы на телефон и сразу постил но кое-что отснял но к сожалению сейчас вот сел монтировать думаю смонтирую небольшой фильмец и короче флешка приказала долго жить в общем флешка навернулась вместе соответственно записи но я постараюсь вам рассказать именно свои впечатления ощущения стоит ли туда ехать или не стоит и вообще для меня это был первый опыт такой скажем оффроудный именно в долгую так вот давайте начну сначала въехал я когда в швецию я поехал на ночном пароме приехал я в швецию выехал с утреца было прохладно встал на маршрут а в принципе до трека до маршрута было километров 20-30 на проехать чтобы встать на него и потихонечку поехал ну первый день конечно я ехал очень медленно в средняя скорость наверно было 30 километров в час я вкатывался потихонечку вообще понимал как как ведет себя мотоцикл потому что здесь особо то возле берлина то я и не ездил на этом мотоцикле по сути это для меня был все равно новый мотоцикл да то есть надо было понять вообще на что он способен как он все ведет как тем более вообще оффроуд это что-то новое для меня так вот поначалу было очень непривычно когда его начинала где-то там колбасить то есть я одну теорию это конечно я изучал смотрел там видосы как там индуристы кроссмены что там советуют да вот я заставлял себя все время руки держать именно правильно и именно на расслабоне чтобы дать рулю вот этот расколбас то есть поначалу было настолько непривычно что вот его когда особенно ко мне какие-то появляются такие неприятные дали щебе его начинает вот так вот молотать мотать нафиг страшно становится но потом со временем как бы ты понимаешь что в принципе это нормально в этой ситуации и просто даешь ему уколбаситься и сам на расслабоне то есть это потихонечку как бы в к и приходит такой опыт плюс дорога она постоянно меняется да то немножко песок то щебень то такой укатанный гравий в общем то лесная тропа ну в общем такие дарят дороги постоянно они меняются но в основном в свеции это грел грел то есть гравийная дорога это вот самое основное там большинство если так процентуально смотреть но как бы разнообразие тоже есть поэтому не вниз а не скучно ехать и ты когда вы выезжаешь а утром рано скажем ты потом смотришь на часы елки-палки уже обед я уже три часа или четыре еду как бы и не заметил как время пролетело потому что вы все время сфокусирован сфокусирован на чтение дорогу как ты ты как бы ну нет как в обычном путешествие по асфальту да ты там едешь тебе скучно картинка не меняется или ты смотришь по сторонам но это как бы утомительно а тут ты именно ты постоянно в каком-то процессе ты ты занят ты занят тебе некогда думать о чем-то плохом допустим ты все время вот занят чтением дороги да потому что ну сосредоточенность концентрация как бы это своего рода спорт и мне вот мне это очень понравилось мне это примут вкатило первый день 2 я вот так осторожно вкатывался именно разные покрытия дороги смотрел как ведет себя мотоцикл насколько далеко я могу на нем скажем так заходить были моменты я там стал кирпичами то есть вот один допустим такой момент был я еду как бы немножко вниз такой легкий спуск легкий и потом уходит дорога влево как бы так того крутой поворот может быть 90 градусов а дорога в этом месте такая найти щебенка такая средняя щебенка то есть там устойчивость и вообще никакой нету и я понимаю что у меня скорость такая ну она со стороны то может и небольшая была но когда ты сидишь и понимаешь что тебе не хватает вывести то есть войти в поворот и ты уже как бы прицеливаешься выбер выбор между чумой и холерой то есть или я слетаю с дороги и улетаю в кусты куда-то туда небольшой кувет квет был либо я падаю непосредственно на дороге то есть у тебя вот такой выбор или там или тут я начинаю мотоцикл давить ну как бы сам сам как бы делаю контрсвешивание все как по теории так скажем делаю контрсвешивание и мотоцикл как бы ну поворачивать и его начинает колбасить в этот момент он какой-то становится нестабильный то есть как будто начинает подруливать вот специалисты кто шарит в теме подскажите пожалуйста напишите в комментариях через дичи я делаю не так что мотоцикл начинает подо мной именно когда я его ну в повороте начинает как бы подруливать что не так может подвеска чего не так яхер может надо как-то по-особому придавливать но вот этот момент он такой волнительный что ты понимаешь что давишь давишь и уже вот чувствуешь как вот и на грани балансирует что вот сейчас сейчас упадешь все и и потом в какой-то момент знаете вот буквально сантиметров 10 до точки невозврата где бы я уже сорвал колесо и улетел в кулькве как-то мотоцикл там чё-то раз и вошел в поворот именно для годом последние 10 сантиметров это было настолько волнительно потом ну все выровнялся выдохнул думаю фу пронесло вот такие моментики бывали потом в основном что касается погоды мне очень сильно повезло и в основное время моего путешествия погода была отличная то есть уже когда ехал по моему на четвертой секции тэд швеции то уже где-то так середина страны может даже чуть 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 выше получается был день где был дождь то есть я понимал что есть я там еще есть у меня короткий видос шот на канале где этом остановился перекусить там кофе попить и там вдалеке куда я ехал там прям молнии сверкали там прям ну вообще конкретно видимо заливала я знал что мне ехать туда в общем когда я туда приехал именно в то место моросил легкий дождь то есть видать крупный дождь уже пролил но он дождь поменял полностью все все что до этого было как бы такое лайтовая ну по сухому там ты видишь дорожное покрытие какое то есть ты можешь его более-менее адекватно оценить понять окей здесь щебенка здесь надо вот так здесь допустим песок здесь надо немножечко вот так то есть уже как бы ориентируешься а тут ты едешь у тебя все ямки то они водой залиты все это бликует и ты не читаешь дорогу практически то есть это новое ощущение как бы и ты такой думаешь блин ну я же хотел так аккуратно вкатываться нафига мне вот это все сразу и много ну деваться некуда то есть первый мой бродик то есть получается там как бы ну дороги ты идут вверх-вниз вверх-вниз и вот эти ложбинки когда вниз они получаются там слева справа болота были после дождя это все немножко приподнялось и получались такие лужи достаточно глубокий и как бы такие мини-броды то есть первая моя лужа то есть я как бы тоже ну да первая лужа я не знал как поведется мотоцикл я не знал что там под водой как бы было страшно думаю и ты понимаешь что ты в ебенях то есть где-то далеко и сюда никто не приедет ну кроме такого же 1 1 отмороженного как я но он может приехать в этот день а может на следующий ну в общем ты это все понимаешь осознаешь и становится немножечко страшновато так вот ну чё остановился вышел думаю дай-ка я как в детстве пройдусь по луже посмотрю как там днище насколько глубоко в общем но оказалось нормальная там калий калий не было никакой камней тоже не было то есть ну где-то сантиметров может быть 40 30 30 40 сантиметров была глубина ну ладно что делать было не было ехать на на разворачиваться не вариант в общем включил вторую передачу и на 2 прям вот мотоцикл вот сереф очень прям вот он молодец прям вот по красоте то есть я прям не ожидал он как танк ему прям похеру он по этой луже брызги в стороны в общем классно потом я немножечко уже осмелел в луже заезжать ну в общем мотоцикл не ронял слава богу потому что я сразу сказал блин я падать не хочу и как бы вот на этом и порешили ну все это проехал выехал этот полдня такая хрень была еще такая другой момент был гора была и вот именно и там был голимый песок то есть но он уже такой влажный мокрый был да но песок и гора такая высокая по крайней мере мне так показалось да по ощущениям я начал в нее заезжать до середины доехал и начал зарываться то есть я понимаю что я дальше не уеду нафиг и взад уже как бы ни туда ни сюда ну я его остановился аккуратно слез и начал его сам толкать газовать в общем вытолкал его на самую на самую верхнюю точку тоже у меня там shot кто следил за мной youtube там был шок на эту тему она как бы ну на видосе не выглядит так настолько эпично блять как это было в тот момент когда это переживал вы понимаете еще подстегивает то что ты один ты один и где-то и далеко помощи ждать особо не откуда то есть как бы да все равно там есть люди да иногда машины ездят но это повезет не повезет и ты это осознаешь это дает такой дополнительный адреналин если ты ехал в компании то там бы ты уже ехал по-другому более расслаблен может ты знаешь что в случае чего случись чё с одним участником второй может там позвать помощь как-то куда-то выехать там в общем совсем другие ощущения в общем этот день закончился ноги у меня были в хлам мокрые у меня кстати были сапоги альпинстар тэч 7 с мембраной я брал ну я подумал на мокрой наверное я все таки вот когда ту лузу мерил первую может быть как-то туда вода через верх попала ну ладно как бы потом я вечером остановился в хостеле подсушил боты маленько сам отдохнул пришел в себя после этого дня и потом уже на следующий день поехал дальше то есть была погода такая моросил так иногда дождик такой легкий ну не критично но собственно вот все погода погода как бы после этого была нормальная я уже подъезжал к полярному кругу думал ну сейчас будет очень холодно потому что уже имел такой опыт что за поляре обычно там как-то климат резко меняется ну как оказалось мне повезло на заполярным кругом было прям жара было прям жарко то есть пока едешь обдуваешь нормально останавливаешься прям жарище было вот прям пекло думаю ну повезло был план что у меня за три дня от полярного круга доехать до нордкапа а потом я так посмотрел по прогнозам что вот такая же погода как сегодня она еще пару дней как раз будет стоять и в итоге у меня получилось что я на нордкапа доехал за два дня в общем доехал до нордкапа тоже погода была изумительная на небе не облачко прям тепло то есть вот такая летняя погода в центральной на ци этих таких ну вот в наших широтах прям кайф то есть там народ вообще кайфовал в общем потусил я там на нордкапе немножко посмотрел закат то есть солнце уже в это время она как бы закатывала за горизонт но далеко не уходила как бы было все равно светло после чего я поехал в кемпинг там переночевал и потом на следующий день я поехал домой там прик такой прикол был сейчас расскажу любят норвежцы и реверсивное движение устраивать и там был такой участок дороги что они получается в общем такой грунтовый участок может быть километра полтора длиной они его там обрабатывали спецтехника утрамбовывали там укатывали этот участок и получалось так что они останавливают с одной стороны колонну до их не а техника проходит потом с другой стороны открывают то есть проезжает машины потом опять техника идет в твою сторону тебе открывает и вот так вот получается время ожидания где-то ну полчаса может даже больше между пока тебе там откроют дорогу в твое направление так вот я когда обратно ехал на этом участке остановился там чувак этот но сотрудник который дорожных слушал типа г так ребята вот мотоциклисты вы едете последними сначала едут машины ну в целях безопасности ну чтобы знаете там гравийка едут же в основном там на гусях как бы да и поэтому что если вы типа навернетесь ну чтоб в конце навернулись чтобы не блокировали дорогу для всех остальных участников ну как бы такая мотивация ну ладно в общем у нас в сторону мотоцикла разогнали так по обе стороны дороги ждем потом смотрим едем с едет скорая этот чувак подходит ко мне нет там как раз ваш разложился мотоциклист посреди дороги ну ладно в общем когда начинают открывать дорогу а там колонна из-за этой вот за этой скорой там скопилось там километра тоже на полтора-два ну колонна кемпере и машины там еще ска ограничение скорости такое лютое я думаю блять это же это же жопа потом заехать в хвосте этой колонны ты их не обгонишь ничего все и тут тоже группа итальянцев каких-то подъехали на чопер-стайл такие ну темпераментные все такие и когда уже нам дорогу-то открыли там один итальянец начал орать да ни хера мы не будем ждать мы б б б б б б а этот сотрудник дорожных служб-то начал их это отдормаживать в итоге пока итальянцы отвлекали этого чувака все остальные мотоциклисты короче поняли что надо валить на дорогу и вперед то есть получается мы самые первые проехали а итальянцы которые больше всех орали ну их не пусть и ну получается поехали последними потому что перспектива потом ожидала знаете заезжайте в какой-то населенный пункт где в принципе одна дорога и представьте там светофор и вот эта вся колонна будет на этом светофоре то есть это можно там полдня простоять потом поэтому перспектива такая улыбалась и так уже много времени там потеряли ну в общем нормально прорвался все поехал получается я до дома доехал за три дня почти за три дня получается я последний последний рывок у меня был до парома это я проехал за один день на серефачи 1030 километров 1034 километра если быть точным то есть за один день по тревогу ушло у меня 13 половин часов я ехал не спеша то есть как бы в держал свою сто сто десять вот так вот иногда сбавлял темп вставал в стоечку чтобы немножко колени отдохнули и и задница в общем доехал я получается к вечеру до парома до трейлеборга и уже потом ночным паромом воскресенье получается я прибыл утром в росток и 250 километров не до дома оттуда в общем получается к обеду я уже был дома в общей сложности путешествия у меня заняло 13 дней получается да где-то так но в принципе еще раз вот подведу итог тет швеции он относительно лайтовый да если у вас есть мотоцикл да и подходящая более-менее резина и ваш мотоцикл чувствует себя на гравийной дороге ну подвеска и работает в этом то в принципе пройдет любой мотоцикл то есть как бы это очень интересно это интересный формат путешествия намного интереснее чем просто по асфальту прям вот в разы поэтому я теперь для себя путешествие по асфальту куда бы то ни было как бы даже особо и не рассматриваю потому что это реально скучно потому что конечно по асфальту время летит по-другому ты просто сидишь и утомляешься от скуки а тут ты реально ты занят каким-то процессом это как но это как спорт это интересно да поэтому следующее мое путешествие будет обязательно куда-нибудь по тету в общем такие вот события произошли в моей жизни осталось мне еще неделька и ухожу на работу ну бытовухи домашние накопилось немножко мое отсутствие надо немножко все это разгрести ладно ребят надеюсь мой рассказ вам понравился вы его послушали так что давайте пишите свои комментарии там ставьте лайки до новых встреч а